Здравствуйте! Сегодня у нас в программе чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова Андрей Кириллович Негуца. Андрей Кириллович работает в Москве уже с 2017 года, но это его не первая командировка, и мы очень рады, что он сегодня стал гостем нашей студии. Я бы хотел начать с первой темы, это как вы оцениваете, с учетом вашего опыта работы, он достаточно богатый, как вы оцениваете двусторонние отношения между нашими двумя странами? Хорошие, если одним словом ответить, хорошие. Конечно, я не могу не вспоминать после независимости Молдовы разные периоды, и такой период был, когда чемодан вокзала Россия, такой принцип был отрицательный. Кто-то считал, что не надо опираться на внутренний анализ, на внутренние резервы, а как-то посмотреть на тех, которые вместе живут в стране. После этого последовал период президента Воронина, когда я его сопровождал, тогда был в комиссии по внешней политике парламента, сопровождал, когда в Москве был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией. Скоро мы будем отмечать уже 20 лет этому договору. И после этого были периоды двух амбарго на поставку вина в силу ряда причин. В силу и нашего плохого качества мы производили вина больше, чем мы могли по площади виноградников. Значит, поэтому замечание, которое российские органы экономические тогда нам сделали, она превратилась в хорошую форму. И сейчас, вот в 2017 году мы преодолели еще один порог такой МИД Молдовы. Перед ним была поставлена задача дать ноту в МИД России о том, что функционеры, высокие функционеры, министры, депутаты Молдовы при пересечении Молдороссийской границы встречают определенные сложности. И пока не будет ответа от МИД России, мы не будем рекомендовать принимать участие. И практически вот около года почти полное закрытие наших отношений. Значит, документами оперировали, а делегациями абсолютно ничего. И с избранием президента Дадона Игоря Николаевича меняется, меняется к лучшему. В программе правительства Республики Молдова написано «Стратегический партнер Российской Федерации». Даже можно привести пример по этой неделе. 1 октября Молдороссийский форум. 2 октября Межправительственная комиссия. Поэтому я бы оценил как хорошие, с изучением перспектив, с рассмотрением глубины, но хорошие двусторонние отношения. Ну, за политикой всегда следует экономика. Конечно, с точки зрения политических отношений, вы правильно сказали, что были взлеты и падения. Но постепенно отношения выравниваются на правильной основе. А вот как вы видите перспективы развития экономических отношений? Потому что вам, как послу, одна из задач, естественно, приходится заниматься экономикой. Я бы хотел также начать не с сегодняшнего дня, а в 2014 году. Молдова подписала два соглашения с Европейским Союзом. Одно соглашение о безвизовом режиме. И второе о взаимодействии, договор о партнерстве с Европейским Союзом. И тогда Российская Федерация, находясь в контакте с нами, говорила о том, есть необходимость изучить, как отразится положение Европейского договора на наши отношения. Было несколько встреч, но стороны остались при своем мнении. И как результат Российская Федерация по 19 тарифным товарным позициям ввела ограничения. И в том числе по самым большим, самым важным молдавским товарам. Это вино, это овощи, фрукты. И только вот этот год является третьим по счету, когда из 19 позиций по 5, а со второго полугодия, с 1 июля, уже добавилась и еще одна позиция, семена подсолнечника. Это нулевые ставки при экспорте в Россию. Это добавляет конкурентоспособность для молдавской продукции. Около тысячи совместных предприятий, мол, молдороссийских, с российским капиталом. Они работают хорошо, но мы оба знаем, что экономика, что капитал очень восприимчив к политическим колебаниям. И когда сигналы не всегда из Кишинева шли хорошие, они не уходили, а определенную паузу делали. Поэтому резервов много в этом отношении. Я с вами согласен. Но, кстати, говоря о евразийском векторе экономики, меня очень интересует, как будет соотноситься Евразия, и в частности, Молдова получила статус наблюдателя в Евразии, и европейским вектором. Что будет перевешивать, либо же это будут два направления. Потому что все-таки те требования, которые были выставлены, о которых вы сейчас говорили, они были очень сильно связаны с определенной европейской позицией, и Россия защищала свой рынок. Но сейчас, когда Молдова движется немножко в сторону азиатской темы, как вы видите соотношение этих двух векторов? Потому что Брюссель ведет себя очень жестко. И иногда ставит страны в сложное положение и просит выбирать. Или-или. А вот как Молдове удается выкручиваться в этой ситуации? Она очень непростая. Вы правы. Начинаю с евразийского вектора. Сопровождал президента на совещаниях, значит, на высший евразийский совет, когда мы внесли заявку о получении статусного наблюдателя. И в мае 2018 года нас приняли, и Молдова является сегодня первой страной, которая имеет статус наблюдателя. Для чего Молдова вступила? В первую очередь, не всем это нравится в стране. Зачем нам это? Может быть, нам надо глубже использовать европейский вектор, и не надо делать эксперименты. Но настойчивый президент Дадон, он и использует этот момент. Что значит иметь возможность на всех заседаниях и высшего совета, и межправительственного совета, и дипломат посольства Оксана Гречаной по вторникам принимает участие в коллегии Евразийской экономической комиссии. Это опыт. Поэтому президент настойчиво объясняет это, что это не идет в разрез с европейским вектором развития. И сегодня, я думаю, что больше соглашаются с нами, чем было тогда. Это абсолютно правильное решение, потому что это дает дополнительные возможности для Молдовы в плане развития. А в этом смысле я бы хотел вернуться к теме российского бизнеса, потому что наши передачи смотрят очень много бизнесменов. И вот, а какие возможности вот сейчас, в нынешних условиях, особенно последние несколько лет, открываются для российского бизнеса в Молдове? Потому что вы сказали, что около тысячи предприятий, уже совместных предприятий работает. И мне, как всегда, кажется, что потенциал далеко не исчерпан. Согласен с вами. И на Молдороссийском форуме, и на Межправкомиссии, вот сейчас свежая информация, значит, и говорили о том, что есть необходимость диверсифицировать экспорт Молдовы и импорт России. Приведу всего лишь две цифры. 70% экспорта Молдовы – это сельскохозяйственная продукция. В основном в виде сырья. Не обработанная. Что касается импорта к нам, а это экспорт России, 60% – это минеральное сырье. Это газ и нефть. Сейчас правительство ставит задачу менять инфраструктуру. Очень много строится дорог. И здесь тоже совместные действия могли сыграть свою роль. Машиностроение, ну, другие отрасли. Я думаю, что это очень хороший сигнал нашему бизнесу. И, конечно, многое зависит от контактов между людьми. И, конечно, положение дел с русским языком очень важно, по крайней мере, для нас. Вот как вы оцениваете, русский язык стал более популярным, скажем так, даже среди молодежи? Либо же держится на прежнем уровне, либо же интерес к нему падает, ввиду диверсификации многих процессов, которые происходят в Молдавии. Что касается цифр, я приведу одну цифру, что 131 учреждение Молдовы использует русский язык. Это, значит, и школы, это и университеты, это другие всевозможные учреждения. Если сравнить ее с тем, что было 5-10 лет назад, это меньше. Но сказать о том, что это за счет неиспользования русского языка нельзя, потому что демография, она играет свою роль. Если в селе до сих пор было два парных класса, да, значит, то теперь один класс. И в зависимости от этого, значит, это... Но, в принципе, конечно, по среднему и старшему поколению никаких вопросов. Значит, если вы пройдетесь пешком по Кишиневу, вы услышите очень много русской речи. Что касается молодежи, то есть определенные вопросы. Те, которые родились после 90-го года, знают, но акцент, им неудобно с акцентом разговаривать. В принципе, вопрос есть. И думаем, что эти вопросы могут стать еще больше, если дальше будем удаляться от, значит, от первых лет нашей независимости. А как в Молдове относятся к нашей вакцине? Потому что, ну, сейчас на Западе, прежде всего в европейских странах и в США, развернута оголтелая совершенно кампания против российской вакцины, которую, собственно говоря, мы никому не навязываем. Потому что мы, прежде всего, делаем и для себя. Но сейчас порядка 40 стран хотят ее использовать, готовы тестировать. Многие даже лидеры государств готовы это делать. А вот как отношение эмоциональное, скажем так, в стране по отношению к спутнику ВИИ? Да. Господин президент Игорь Дадон неоднократно повторял, и это в интервью различных средств массовой информации в России говорил о том, что он готов первым вакцинироваться, показать остальным гражданам страны, что никакой угрозы здесь нет. А если в целом взять, мы считаем, что вакцинация с помощью российской вакцины это ощутимая помощь в том, чтобы Молдова вышла из сложного положения, в котором мы находимся сейчас. Цифры и здесь по Москве, и по Российской Федерации ползут вверх. К сожалению, они идут сильно вверх и в Молдове. Поэтому рассматривается как существенная помощь, и наряду с другими организационными мерами, техническими мерами вакцина может сыграть свою положительную роль. Поэтому мы ее ждем. Будем надеяться. Господин посол, у вас две крупные страны, два больших соседа, Румыния и Украина, ближайшие соседи. Как выстраиваются на сегодняшний день отношения с этими странами? Предыдущий президент Молдовы, господин Воронин, имел одно выражение, которое мы повторяли. Соседей никто не дает, никто не выбирает, и их дает Бог. Исходим из этого. Президент Дадон встречался с руководителями и Украины, и Румынии на полях различных международных форумов. Инициатива о проведении встреч или в Кишиневе, или в Бухаресте, или в Киеве были такие инициативы. Нам говорили, что они рассматриваются, и действительно много визитов руководителей правительства. Руководители оппозиционных политических партий посещают и одну страну, и другую. Но сказать о том, что полностью рассматриваются все возможности развития двухсторонних отношений, наверное, еще нет. Поэтому поиск этих методов продолжается. И, конечно, дипломатически все то, что должна делать, поздравить с Днем Независимости, поздравить с другими важными событиями. Тоже часть жизни. Да. Значит, это позволяет сегодня поддерживать эти контакты и надеяться на то, что завтра наше отношение с соседями будет лучше. С вами посол. Завершая наш глобальный разговор, хотел бы поинтересоваться традиционным теперь уже вопросом, который задаю всем послам. Вы здесь работаете с 17-го года, до этого тоже были в командировке. Я уверен, что вам нравится Москва. Почему-то мне это подсказывает. Всем нам нравится. А скажите, пожалуйста, вот есть ли у вас какие-то любимые места в Москве, где вы любите гулять? И какое самое такое, я бы сказал, любимое блюдо нашей национальной кухни? Места и в Москве, и во время рабочих визитов в субъектах России и мне предлагают, но и я ищу повод, чтобы хоть час-два смотреть центр города, смотреть музеи знаменитых писателей. К примеру, в Рязани, когда я был, я был рад, что мы согласовали полдня, я был в Константиново, значит, на родине Есенина. Что касается Москвы, посольство и резиденция посла на Кузнецком мосту. Сам и центр. Сам и центр. Недавно две улицы Кузнецкий мост и Рождественника стали пешеходными. Очень много людей, и когда удается, я среди них выхожу, очень люблю сквер на Цветном бульваре. Пешком вот этот центр Москвы. Вокруг посольства. Совершенно верно. А блюдо? Я заметил во время командировок в Париже, значит, и в Страсбурге, я с этого начал мой дипломатический путь, я заметил, что дипломатам не стыдно с тарелочкой в руках стоять в очереди за фаршированной рыбой в российском посольстве. И пирожки также. Поэтому я не исключение, очень люблю, хоть я знаю, что врачи не очень-то сильно рекомендуют, особенно пирожки. Значит, но... И также пельмени. Особенно, когда сибирские регионы посещаю, и там из оленина, и из других, нетрадиционно, как свинина и говядина, то это, конечно, шедевр, и снимаю шляпу перед ними. Спасибо большое за добрые слова. Сегодня у нас был гостьем, чрезвычайный полномочный посол Молдовы Андрей Кириллович Негуца. Продолжение следует...